Новая амбулатория в скором времени откроет свои двери в поселке Октябрьское. Почти год там шли строительные работы. Здание типовое и, что важно, полностью оснащено мебелью и медицинским оборудованием. Теперь там будут работать не только врачи общей практики, но и стоматолог, акушер-гинеколог, специалист УЗИ и лаборант. Сносельскую больницу посмотрела Ким области Кумар Аксакалов в рамках своего рабочего визита в город Лисаковск. Новую врачебную амбулаторию в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в поселке Октябрьское начали строить год назад. Сегодня здание готово принять первых пациентов, светлое, просторное, современное. Сотрудникам сразу хочу сказать, что в амбулатории, которая ныне функционирует, работают 8 сотрудников. То есть работают 2 врача, 5 медсестер и санитарка. Здесь у нас на сегодняшний день уже штатное расписание, мы рассматриваем, будет работать 21 человек в этой амбулатории. Кроме тех врачей, которые я вам перечислила, здесь будут работать еще врач-стоматолог, врач-акушер-гинеколог, врач-УЗИ, лаборант, акушерка, еще одну медсестру будем принимать и 6 единиц немедицинского персонала. Это 4 единицы охранника, дворник нужен, потому что вы видите, какой огромнейший двор. И будем принимать еще дополнительно санитарку, потому что площади у нас действительно увеличились. На строительство ушло почти 550 миллионов тенге. Изначально сдать амбулаторию должны были спустя 8 месяцев, но возникли сложности с проектом. Дание рассчитано на 50 посещений больных в смену, экипировано полностью всем медицинским оборудованием необходимым, готово к эксплуатации. Специалистов, которые прибудут в населенный пункт, планируют обеспечить жильем. Амбулатория полностью укомплектована. Теперь важно работать над качеством оказания первичной медицинской помощи. Об этом скажет и глава области, осматривая новые кабинеты и оборудование. Будет еще просто решаться, постепенно, не сразу, понятно, постепенно будет решаться, потому что это важнейшая задача, которая стоит перед исполнительной властью. У нас в сельской местности, в нашей области проживает 310 тысяч человек. Это 37% от жителей области. Поэтому необходимо, конечно же, чтобы медицинская инфраструктура, она соответствовала. Поэтому мы строим все амбулатории, ФАПы. В прошлом году 4 было объекта медицинских в сельской местности издано. Вот в этом году, в первом полугодии, вот 2. Еще у нас 19 строится. 19 строится по всей области. Поэтому задача до конца года все объекты завершить, чтобы жители сельской местности получали соответствующую качественную медицинскую помощь. Еще одним объектом, где побывал Аким области, стал детский оздоровительный лагерь «Алый парус». В этом сезоне его посетят 600 ребят. В том году средства были выделены потом из бюджета областного на приобретение мебели, постельного. Все заменено, все новое. Так как экономим место, естественно, сделали с выдвижными тумбочками, чтобы не занимать, чтобы максимальный охват для детей обеспечить. Также кухонное оборудование полностью. До этого в лагерь питание было привозное. Теперь вот с этого года питание у нас уже здесь. Идет полный цикл приготовления. Естественно, это уже совсем другие условия. Лагерь «Новый» в прошлом году его торжественно открыли после большой реконструкции. Теперь здесь уютные домики, сцена, современные детские спортивные площадки. Все условия для веселого отдыха детей. Лето у детей должно быть таким веселым, разнообразным, запоминающимся, чтобы они получили новые эмоции, впечатления. И очень важно, чтобы количество детей, отдыхающих в лагерях, в таких оздоровительных лагерях, было с каждым годом больше. Вот у нас за последние три года количество детей, которые в течение лета отдыхают в таких лагерях, увеличилось на 40%. Мы целенаправленно выделяем средства. С каждым годом все больше и больше. И уже на 40% детей стало больше. У нас сегодня в 11 лагерях по области отдыхают свыше 9 тысяч детей летом. Буквально недавно мы открыли лагерь «Балдаврен» в Ауликольском районе. После капитального ремонта в Денисовском районе лагерь открыт. Ну и в прошлом году после капитального ремонта парковочная реконструкция здесь, в Лисаковске. В этом году в городе Лисаковск идет большая работа по благоустройству. Ремонтируют тротуары и парковочные места сразу в трех микрорайонах. 150 миллионов тенге выделили на 15 тысяч квадратов. Это парковочные места. И 30 миллионов у нас на 2,5 тысячи квадратов. Это у нас брусчата поверхности. Полностью местный у нас подрядчик по пешеходным дорожкам. А по парковкам у нас теория-агент, астаминская фирма, 15 тысяч квадратов. Мы здесь говорим, что 2-годичный проект. Но мы говорим, до конца года сделайте 15 тысяч, мы с вами рассчитаемся, деньги найдем. Потому что у нас 2-годичный финансирования не хватало. Нам пришлось на следующий год предусмотреть. Сейчас мы находимся вот здесь. Здесь у нас две большие площадки перед магазинами, брусчаткой. И вот такая парковка для магазинов. Лисаковск, он сам по себе благоустроен очень. Исторически был чистый, благоустроенный. Можно сказать, что один из лучших городов нашей вообще страны. Маленький, уютный. Он всегда был таким. И каждый раз, посещая Лисаковск, конечно же, хочется дать дань уважения жителям Лисаковска, которые поддерживают чистоту, порядок в городе. Это было давно, заложено традицией, многие-многие годы назад. Поэтому наша задача сейчас поддерживать и помогать гражданам местной исполнительной власти. Значит, должны как раз таки, вот обустраивая территории, которые еще требуют ремонта, поддерживать их и улучшать соответственно. Посетив объекты, Акимобласти провел встречу с населением, где были озвучены основные социально-экономические показатели развития моногорода. Любовь Оплачкина, Алексей Руденко, телеканал Кустанай.